Всем добрый день. Снимаем видео по реабилитации переломов. У нас есть, в принципе, случай, который подходит по эту тему. Это наш сотрудник РАСИМ. Случилось так, что он сломал руку. Сколько дат ты сломал? Месяц, когда уже прошел? Да. Гипс снял через две недели. Через две недели. Да. Две недели он проносил гипс, через две недели его снял, потому что начало чесаться дискомфорт. Гипс накладывали по плечу, да? Да. Да. Руку вывели в позицию физиологического сгиба, как и положено. Наложили гипс до середины плечевой кости. А перелом где был? Перелом локтевой кости. Локтевой или лучевой? Локтевой. Локтевой здесь, да? Да. Ага. Там закрытый перелом. Да. Закрытый перелом локтевой кости. Со смещением без? Был где-то 10% смещения. 10% смещения. Росим у нас тоже медицинское образование имеют, поэтому с ним легко очень разговаривать на эту тему. Итак, у нас очень сильно страдает реабилитация после переломов. Почему? Ну, в стране по целому. Потому что в основном это складывается с разрабатыванием руки, но, как правило, очень мало внимания уделяется нервной системе. Поэтому моя задача сейчас научить вас, как работать через нервную систему с реабилитацией конечностей, а уже в дальнейшем потом переобучать ее движению. Бин зачем у нас? Бин, чтобы эта фиксация у меня не до конца еще зажила. Не до конца зажила? Да, да. То есть она у тебя еще не срослась? Да, не до конца. Окей. Сегодня посмотрим мы объем движений, объем, ну, силы мышц, насколько они способны хватать. И посмотрим, что изменится после коррекции. У нас часа два, наверное. Ну что, давай посмотрим объем конечностей. Всегда сравниваем две конечности. То есть у нас есть здоровая конечность и есть больная конечность. Объем движения в плечевых суставах. Поднимай наверх. Поднимай, поднимай, поднимай. Это до конца поднимай. Это тоже до конца, насколько можешь поднять. Все? Угу. Вот это ограничение движения больной конечностей. Далее. Проверяем ограничение движения. Мы сейчас берем большой сустав, отдаленный от травмы, это плечевой сустав. То есть здесь объем движения максимальный. Фиксируем рукой ключицу, ключично-краниальный сустав и проверяем движение. Вот движение вверх до ограничения в этом суставе. Далее проверяем движение вперед. То есть вот движение рукой сюда может сделаться в этом суставе спокойно, в горизонтальной плоскости. Берем травмированную руку, поднимаем. Все, вперед, вперед. Все, больше не можешь? Все, все, вот возникает боль. Это вот это ограничение движения. Далее у нас есть объем движения определенный назад. В сагитальной плоскости. Смотрим больную конечность. Движение назад. Все. Все, дальше уже начинает включаться в трапеции, шеи. Посмотрели. Убедились, что в действительности человеку плохо, да? Все. Немножко будем с юмором записывать видео. Далее, что? Какой сустав? У нас есть локтевой сустав. Смотрим объем движения локтевого сустава. Ротация наружу, ротация внутрь. Сгибание в локтевом суставе. Оп, все, ограничение. Боль дальше будет. Да, она больше. Наружу. Все. Теперь возьми две руки, тут до конца разверни. Да, и тут до конца. Да. Мы видим, что ротация ограничена наружу. Теперь внутрь обе руки. Так. Да. Хорошо видно это? Да. Ротация внутрь ограничена. Видно, что есть небольшое ограничение, но все-таки более эффективно работает, чем ротация наружу. То есть у него супинация, ротация наружу называется супинация. Внутрь это пронация. То есть супинация, у него более ограниченное движение. Теперь локтевое сгибание. Все. Тут сгиб, согни руку. Все. Вот это работа локтевого сустава. Все. Опускаем. Теперь у нас есть лучезапясный сустав. Движение, сгибание на себя. Небольшое ограничение есть, но не такое критическое, да? Теперь наружу. Все. Дальше рука трясется. Вот так вот давай сделаем. То есть мы видим, что здесь мы можем еще дожать его. Здесь все. Ограничение жесткое. Это мы делаем для того, чтобы показать клиенту, что его рука не работает. Понятно, да? Если мы снимем бинт, то, возможно, ограничение движения станет меньше, но в полном объеме не уйдет. Садись. Итак, что поражается при переломе? Первое, ну, соответственно, целостность кости. Поражается надкосница. Поражаются прилегающие связки. Поражаются прилегающие мышцы. Поражаются прилегающие нервные окончания в виде поражения рецепторов. То есть сигнал от рецепторов. В общем смысле, когда заживает сама кость, перелом, заживает кость, заживает надкосница. Возможно, заживает травмированный связочный аппарат. Но очень долго рецепторы посылают сигнал от травмы. И нервная система не может включить и мышцы, и связки, и объем движения в этом суставе. Поэтому после гипса очень многие люди остаются в неправильном паттерне движения. Чтобы понять, что делать, нам нужно знать общий контекст. Тело поражается на уровне структуры, поражается на уровне неврологии, поражается на уровне химии, поражается на уровне эмоций и на уровне психики. Это все есть в нашем базовом курсе по мануально-мышечному тестированию. Сегодня будем работать таким образом. Мы должны телу показать, с какой конечностью мы работаем, с какой зоной. Именно нас интересует локтевая кость и прилегающий к ней регион. Мы будем работать с этим регионом, а выздоравливать будет полностью вся конечность. Чтобы показать телу, с какой конечностью вы работаете, достаточно либо прикоснуться, держать руку в месте поражения, рукой пациента, это называется терапевтическая локализация, либо сделать провокацию в области травмированной конечности, это называется провокация, да? И тот и другой вариант приемлем. Я буду делать так. Я поставил собственную руку на регион поражения. Создал фиксацию сигнала для нервной системы, для того, чтобы она понимала, с чем мы работаем. В данном случае конкретно с рукой. Беру индикаторную мышцу. Дай. Она показала гипотонус. Давай до конца. Дай. Все. Она показала гипотонус. Это значит, что сигнал от этой руки, когда она касается собственного тела, не согласуется с сигналами нервной системы. Поэтому принципы мы разбираем пораженные регионы и непораженные. То есть, если сигнал с пораженного региона не совпадает с сигналом от руки, мы видим это в виде гипотонуса индикаторной мышцы. Далее. Мы не можем абы как начать реабилитацию. Мы должны спросить у тела, с какой структуры нам начать. Или с какого компонента, будет правильно, да? Неврологического, структурного, химического, психологического, либо эмоционального. Почему это так важно? В месте травмы всегда существует определенный сигнал от рецептора, от многих рецепторов. Этот сигнал через нервное волокно проходит в мозг. В мозге есть три уровня. Это рептильная часть, то есть подлаговатый мозг, ретикулярная формация, возможно таланус. Есть уровень лимбической системы, который занимается окраской входящего сигнала и переделанием интерпретации его через определенную эмоцию, чтобы мы понимали, страшно мне воздействие здесь или безопасно и не страшно. Чаще всего существует активность менделевидного тела лимбической системы, которая окрашивает входящий сигнал как страх, как опасность и не позволяет нам рукой двигать. Именно поэтому мы не можем двигать рукой, мы боимся. Понятно? То есть вот этот уровень очень важен в реабилитации любого региона после травматизации. И у нас есть психологический, ну а точнее работа префронтальной коры головного мозга. Которая создает определенный психологический паттерн. То есть рано или поздно сигнал страхи угасает, но я помню, что эта конечность была травмирована. Я создаю определенный психотип или модель поведения для того, чтобы конечность была защищена. Я, допустим, не буду стоять пораженной конечностью лицом к камере. То есть я не буду ее так держать. Я буду ее держать подальше от воздействия. Либо закрывать. По такому принципу работает психологический тип. На уровне психики понятно, лимбическая система понятна. И есть продолговатый мозг, который занимается рефлекторными реакциями. В данном случае может существовать рефлекс отдергивания от предмета. Либо, когда предмет воздействует долго, наоборот, рефлекс напряжения мышц, которые становятся, ну скажем так, гипертоничными. Что мы узнали? Из всех вышеперечисленных компонентов лимбическая система имеет приоритетное значение для реабилитации данной конечности. Теперь моя задача поставить телом сигнал, что я буду работать на лимбическую систему, успокаивать лимбическую систему по отношению к этой проблеме. Понятно, да? Я тронул носик и перевел в компьютер. То есть у нас есть новая задача. Разрешение конфликта эмоционального по отношению к этой зоне. Дэви. Мы имеем изменение тонуса индикатора, а именно он стал сильным. Теперь мне нужно выяснить, какая эмоция в лимбической системе заправляет вот этим местом. Эмоции разные. Самые приоритетные эмоции, которые всегда есть в любой травме, страх и гнев. То есть разрешение проблемы либо убрать руку, либо наоборот напречь руку, чтобы не было повреждения. Принцип, надеюсь, понятен. Для этого мне нужно возбудить миндалевидное тело лимбической системы. Одно отвечает за гнев, другое за страх в большей степени. Я делаю это через правое полушарие. Я прошу человека, если все страхи обобщить одним рисунком, то есть некий образ страха, что бы ты нарисовал? Змея. Хорошо. В его образе мышления змея является неким объектом, символизирующим страх. Для меня этого достаточно, но иногда это лучше перепроверять. Но в данном случае я исклонен доверять Россию. То есть у меня сильная мышца, которая изменила тонус после того, как я тронул носик, возбудил лимбическую систему. Я заставляю его думать про змею. Правое полушарие создает образ. Этот образ, являясь образом ассоциативным со страхом, заставляет более сильно возбуждаться миндалевидное тело. И я, по идее, должен проследить гипотонус того индикатора, через который я работаю. Далее. Теперь подумай про змею. Далее. Все. Мышца ослабла. Как только он подумал про змею, я могу сделать вывод, что я нахожусь там, где нужно. Далее. Далее. После того, как человек думает про змею, он возбуждает миндалевидное тело своим правым полушарием. Ну, если он правополушарный, левополушарная личность. Если это инвертированный вариант, не имеет значения. Думаю про змею. А сам стимулирую место перелома. На камеру хорошо видно, да? После чего я делаю сухожильный рефлекс. Все, не думай. Сухожильный рефлекс под коленную чашечку. Согни немножко. Да, вот так. Вот коленная чашечка, вот кость. Между ними есть сухожилие, оно более мягкое. Если вы надавите вот сюда на кость, она жесткая, коленная чашечка жесткая. Если будете спускаться, вы почувствуете мягкое сухожилие. Вот по нему надо ударить. При этом конечность должна быть расслабленная, иначе рефлекс не сработает. Такую манипуляцию я провожу несколько раз. То есть, если тело снимет данный рефлекс с этого региона, то я в полной мере, в принципе, могу работать дальше с реабилитацией этой конечности. Если эта провокация не изменит ничего, значит, еще, в принципе, рано работать с реабилитацией этой конечности. Ну, минимум должно пройти 2-3 недели. Еще раз думаю про змею. Снимаю рефлекс. Смотрю индикатор. Все, не думаю. Дави. Хорошо. У нас есть инструмент височное постукивание, который говорит мне, все ли я сделал с данным компонентом. То есть, поработал я с лимбической системой, все ли я сделал с этой лимбической системой. Постучал. Показывает, что все. То есть, мышца не поменяла тонус после постукивания. Далее вы берете своего клиента, так как реакция страха прошла с конечности, вы просто мягко обхватываете конечность. Видите, создаете небольшой контакт своими пальцами и просто ее удерживаете. Это может быть одна рука, а может быть две руки. Независимо от того, чувствуете вы это или не чувствуете, там будет идти некое движение. То есть, тело будет перестраивать структуру тканей по-новому. Если вы этого не чувствуете, у вас это займет порядка 5-10 минут. Ну, там может быть чуть меньше. Если вы это чувствуете, как ткань начала под руками плыть, вы сопровождаете это движение до момента исчезновения этого ощущения. Рука может начать ныть, ее может начать ломить, может начать болеть нога. То есть, различные реакции со стороны тела клиента могут возникать. Ничего страшного нет. Вы продолжаете просто держать эту конечность. Но в данном случае кости расходятся, потому что мой большой палец уходит вверх. Идет ротация наружу. Смещение лучевой кости вниз, локтевой кости вверх пошло. Движения абсолютно минимальны. Чтобы их почувствовать, рука не должна напрягаться в запястье. Она должна спокойно лечь, удобно, да, то есть максимально расслабленно. Настолько мягкая, вот как будто это перо, перин, да, то есть вы должны больше чувствовать руку своего клиента, нежели свою. Если вам неудобно в такой позиции лежать, то есть рука, чтобы была согнута, вы можете взять, положи, положи, как тебе комфортно. Ложи, ложи, расслабь, 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 расслабь. Положи, как тебе удобно. Так удобно? Все. Рука не имеет дискомфорта, она оперта на мою руку. Я могу взять две свои руки. И я качаю не руку, я качаю клиента своим локтем и качаю кушетку вот этой ногой. Вот эти части, они неподвижны. Они просто чувствуют. Это принцип остеопатической коррекции. Мы сейчас не залезаем на какие-то детальные уровни, вот просто большой объем взяли. Все. На данный момент движение остановилось. Это все, что смог организм сделать после того, как я постучал в лимбическую систему. Сейчас я выведу его из этой программы, мы посмотрим, как поменялся объем движения от таких простых манипуляций. Садись. Вставай, покажи нам про руки. Руки вверх. Это поднимай, это до конца. Смотрите, как увеличился объем движения. Это просто чудеса. Мы просто убрали страх. Окей, все, опускай. Легче стало? Выше, да? Вперед. Лучше стало? Да. Вот эту сдвиги сюда. А эту сверху туда двигай. Насколько можешь? Ага, все. Вот, уже вперед продвинулось движение. И смотрим, как у нас движение появилось сзади. Давай эту руку назад. И ту руку назад. Вот, смотрите. То есть у нас есть способ сравнения. То есть эта рука еще не доходит. Но она уже намного дальше. Какой еще тест мы делали? Мы делали сгибание локтя. Так. Угу. Теперь вращение. Здесь еще страдает. Именно вот эти кости, если вы потрогаете, они вот здесь скручиваются. В данном случае у расима плохо идет скручивание. Наружу. Если больно, ты не старайся ради меня, ладно? Все. Вот здесь лучше стало. То есть наружу стало лучше. Окей. Данный вид манипуляции нужен только для того, чтобы снять подсознательное ограничение в виде рефлекса страха на пораженную конечность. Он у вас не сработает, если конечность не готова к реабилитации. То есть на первой неделе, если там перелом еще не имеет мозоли, не имеет срастания остеобластов, то, скорее всего, эта манипуляция не приведет к такому эффекту. Не торопитесь людей реабилитировать сразу после травмы. Пусть врачи сделают свое дело. Ты увидел, что конечность даже со свежим переломом можно практически мгновенно реабилитировать. Я записал подробный видеокурс, где все показал. Ничего лишнего. Следуй инструкции, у тебя все получится. Ты будешь самым крутым в этой области реабилитации. Видео выходит в продажу через 10 дней. Всем, кто успел сделать заявку, предзаказ с сегодняшнего дня и по 5 октября, будет скидка 50% от стоимости курса. Тем же, кто не успел, есть возможность участвовать в конкурсе и получить денежные вознаграждения в размере 80 тысяч тенге. Все очень просто. Посылай видео до и после с реабилитацией переломов, с использованием нашего курса. Самый лучший результат будет выбран на открытом голосовании. И победитель получит 80 тысяч тенге. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok